Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. Более двух тысяч обращений поступило в Люберецкую полицию в период с 6 по 12 марта. За отчетный период зарегистрировано 227 преступлений. Среди них кражи, угон автомобиля, незаконные обороты наркотиков и оружия. Дорожно-транспортные происшествия 207. Из них одно с пострадавшими. Пропало бизнесе граждан 6. Самоубийство одно. Раскрыто угон в транспортные средства одно. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона зарегистрировано 8 возгораний. Все в нежилых помещениях и не повлекли за собой человеческих жертв. Самый крупный пожар за неделю произошел в Малаховке на территории предприятия, которое занимается утилизацией и обработкой неопасных отходов. По прибытию происходило открытое горение на площади 200 квадратных метров. Но в связи с тем, что была большая загрузка горючими материалами и повышением ветра, пожар распространился на площади 500 квадратных метров. Но благодаря действиям пожарных удалось ликвидировать возгорание на данной площади на 500 квадратов. Общая площадь здания порядка 2000. По линии ЖКХ сбоев не было. Все службы работали в штатном режиме. В городском округе продолжается реализация программы «Мой подъезд». В этом году запланирован ремонт 141-й входной группы МГД. На данный момент в работе управляющей компанией ЛГЖТ-21 подъезда у содействия 16. Все данные виды работ по ремонту подъездов выполняются согласно графику и перечню работ. Данная информация также представлена на сайте Люберцы РФ в разделе ЖКХ. Доклады о проделанной работе зачитали руководители управления благоустройства дорожного хозяйства, а также представители здравоохранения и спорта. В конце встречи председатель Люберецкого отделения Союза женщин России Елена Верховых объявила о старте конкурса «Люберецкая супербабушка-2023». Прием заявок для участия в проекте продлится до июня. Луиса Егия-Сарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.